Я попросил президента Байдена переместить военную технику и вооружение в специально созданные места в Польше для наращивания потенциала, в том числе инфраструктурного. Это мое предложение было встречено с вниманием. Это гораздо более простое решение, чем отправка войск. Гораздо дешевле и намного проще. Потому что вы управляете оружием, вы храните его, и оно там, вы можете взять его, когда оно вам нужно. Это не то, за что нужно постоянно платить. Если будет принято решение о передаче Украине истребителей, то в первую очередь мы обязательно предложим то, что осталось от постсоветского фонда, то есть наши МиГ-29, последние, что у нас остались. Для Украины это удобно тем, что Украина и сегодня способна эксплуатировать эти МиГи, потому что у них есть пилоты, которые к этому подготовлены. Однако будем ли мы перебрасывать больше, зависит от наших договоренностей, которые мы заключим с нашими союзниками по НАТО. Госпожа президент Венгрии Каталин Новак использует совсем другую риторику, так что с ней можно нормально разговаривать. Однако я, конечно, слышу эти заявления и не разделяю мнение премьер-министра Виктора Орбана. У меня другое мнение на этот счет. У нас разные взгляды, не надо друг другу врать. Однако, пожалуйста, помните, что венгерские власти, потому что это не просто решение президента, согласились с декларацией саммита Бухарестской девятки, которая была принята сегодня и которая очень решительно по своей форме и недвусмысленно называет то, что Россия делает в Украине. Не просто войной, вызванной Россией, а кровавым варварством, которое осуществляется Россией. И это то, что является документом, подписанным и принятым.